Режим самоизоляции – не повод расслабляться. Специалисты Центра молодежи городского округа город Буй успешно справляются с необычными условиями труда и ежедневно придумывают, как заинтересовать молодых людей через глобальную сеть. Центр молодежи – место, где молодежь создает свой ритм, где самые обычные идеи способны превратиться в культовые события, где энергия одного передается тысяче тех, кто рядом. Это не просто центр, а центр притяжения молодежи. Занятия и встречи в Буйском центре проходят в прежнем режиме, только в сети интернет. Специалисты молодежного центра быстро освоили современные технологии и опробовали новые методики занятий и проведения акций. Даже в такое непростое время работа не стоит на месте. Да, правильно, работа не стоит на месте. И я думаю, что здесь позитивным моментом стало для Центра молодежи то, что работа в сети всегда велась достаточно плодотворно и активно. Группа Центра молодежи официально в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм успешно работает уже на протяжении многих лет. Подписчиками являются группы более тысячи человек, в основном для представителей молодежи города. И есть уже такие моменты традиционные, понятные для наших подписчиков. Однако, да, в свете последних событий некоторые моменты были для нас в новинку. Какие-то появились новые мероприятия, акции, которые мы стараемся реализовать в сети. Я думаю, что вроде как с этим успешно справляемся. Как шла подготовка к 75-летию Победы? Вот, наверное, начнем с этого самого важного, ну такого и основного момента. Да, конечно, в год памяти и славы большое сожалению у нас вызывает тот факт, что мы не смогли в привычном формате провести запланированное нами мероприятие. Но постарались в социальных сетях, конечно, максимально полно отразить вообще тему юбилея Победы. В том числе были запущены несколько проектов. В первую очередь хочу сказать о молодежном проекте, интернет-проекте «Молодежь, ты знаешь, на кого равняться», который был посвящен буевлянам, участникам Великой Отечественной войны, которые ныне живут на территории нашего города. Рассказывает данный проект о судьбах, о историях данных людей. И в очень интересном таком живом рассказе можно узнать некоторые особенности именно жизненного пути участников войны, буевлян. Я думаю, что для молодежи это могло стать достаточно интересным проектом, поскольку порой кто-то даже не знает, что на соседней улице живет живой свидетель военных событий далеких. И вот в таком формате можно было познакомиться, узнать, что действительно мой сосед, дедушка, моя соседка, бабушка, они были активными участниками Великой Отечественной войны. Познакомиться с их воспоминаниями, проследить их жизненный путь, в том числе и послевоенного времени. Данный проект можно и в данный момент наблюдать, зайдя на страницу группы Центра молодежи, почитать, посмотреть, ознакомиться. Также интересный достаточно проект, реализаторами и инициаторами которого стали Молодежный совет при Думе городского округа Город Буй совместно с школой номер 9. Называется он «12 имен, которые не забыть» и посвящен героям-буевлянам, то есть тем людям, которые прославляют, не побоюсь этого слова, нашу буйскую землю. Данный проект также знакомит с судьбами и историями героев-буевлян. В данный момент как раз он еще в процессе размещения. То есть, скажем так, на данный момент самая актуальная информация – это по этому проекту. Помимо этого, часть акции, которая традиционно планируется к реализации в период празднования Дня Победы, были перенесены в социальные сети. В том числе акция «Георгиевская ленточка» прошла у нас в социальных сетях. Участникам предлагалось фотографироваться с «Георгиевской ленточкой», прикрепленной к одежде, и данные фотографии выкладывать в социальные сети с определенными хэштегами. Достаточно такой широкий отклик получила эта акция. Она и в обычном формате всегда вызывает бурную реакцию у граждан. Все активно хотят принимать в ней участие. Но в данном формате, в интернет-формате, она также прошла, думаю, достаточно успешно. Активно в этом году у нас выразили желание участвовать в акции «Окна Победы». Акция, на самом деле, тоже очень интересная. Окна можно было украшать изображениями, символизирующими победу в Великой Отечественной войне. Как рисовали, наклеивали, украшали разными декоративными способами, фотографировали. И данные фотографии также мы размещали в нашей группе ВКонтакте. У нас волонтеры Добровольческого центра «Человек к человеку» на протяжении всего года реализуют, на самом деле, большое количество всевозможных акций, в том числе информационных и посвященных каким-то календарным событиям. За вот этот период самоизоляции также было размещено и в социальной сети несколько акций, в том числе приуроченных к Дню Космонавтики, Дню Победы, конечно же, к Дню Международному Дню Семьи 15 мая. И в данный момент, да, работа с волонтерами ведется по такому направлению, как предстоящий день детей. Это 1 июнь, день защиты детей. В данный момент с волонтерами, да, как раз была проведена видеоконференция своеобразная, где обсуждались и текущие, и предстоящие рабочие моменты. И в том числе было решено к 1 июня подготовить такую акцию, которую будем транслировать в социальные сети ВКонтакте. А ребята, и я думаю, что, может быть, еще все желающие подключаться к этой акции, смогут записать видео с добрыми, хорошими детскими произведениями, сказками, баснями, рассказами, которые в День защиты детей мы собираемся выложить в нашей группе. И я думаю, что найдутся наверняка желающие родители и дети, которые смогут посмотреть эти сказки, продемонстрировать своим детям. Ну и, конечно, лишний раз обратиться к замечательным произведениям детских писателей. Мы ждем, что ситуация изменится, верим в чудесное все-таки наступление снижения заболеваемости. Но пока готовы работать и в данном формате, и идей, и проектов еще много. Я думаю, что летом постараемся работу сделать еще более активной, поскольку летний период, когда дети уже не заняты учебной деятельностью, требуют, наверное, особо пристального внимания с нашей стороны. Будем стараться заинтересовывать их какими-то важными, хорошими, добрыми делами, в том числе с помощью сети интернет. Кому бы хотелось сказать действительно спасибо, кого бы поблагодарить? Поблагодарить, наверное, хочется в первую очередь свой коллектив, которые чутко очень прониклись этой ситуацией. В итоге было принято решение ни в коем случае не расстраиваться, строить, наоборот, новые, может быть, где-то даже грандиозные планы и идеи, и их реализовывать. Руководство, которое активно поддерживает наши идеи, помогает, советует, разъясняет что-то. Конечно же, нашим волонтерам, которые не забывают про нас, постоянно пишут, постоянно с нами на связи, они всегда готовы работать, рвутся в бой, они у нас большие умнички. Большое спасибо всем учреждениям отдела культуры, молодежи и спорта. Мы между собой стараемся друг друга поддерживать. Все возможные мероприятия и акции, проходящие в сетях, в обязательном порядке мы также репостим в своих группах. То есть у нас тоже такое налаженное взаимодействие. И очень приятно.